Израиль. Израильское правительство одобрило в воскресенье проект основного закона о еврейском характере государства, угрожающего раскороть плавящую коалицию, усилить напряжение. Документ, который вынесен на рассмотрение, подтверждает статус Израиля в качестве государства еврейского народа, евреев как единственного народа, который имеет право на национальное самопределение. Израиль – национальное государство еврейского народа. Здесь каждый гражданин имеет равные индивидуальные права, и мы настаиваем на этом. Но только у еврейского народа есть национальные права, флаг, гимн, право каждого еврея мигрировать в эту страну, иные национальные символы. Все это даровано только нашему народу. Подозревается, что за этим стоит лишение арабского языка статуса государственного. Еще один пассаж институализации еврейского религиозного права. Тут же поступает просвирь и не орет. О, о, евреев никто не может объявить в нацизме. Поэтому, когда мы всего требуем, и нас никто не обвинит. Но, во-первых, евреев все обвиняют в нацизме. Израиль, нет, все. Во-вторых, я хочу все-таки пояснить, о чем идет речь. Даже если это будет принято. Речь идет о том, что Соединенные Штаты все более облизываются на возможность не вносить вето во все требования Организации Объединенных Наций о переходе к границам 67-го года. Если Соединенные Штаты не будут вносить это вето, и, как говорит еврейский церковь, вы же не будете, то тогда возникает возможность возвращения к границам 67-го года. Это капитуляция. Капитуляция – это рассыпание государства. Они просто тихенько понемногу разъедутся. Да? Для того, чтобы это не допустить, а допустить это можно только на основе требований, чтобы Палестина и Израиль подписали определенные соглашения, делается это твинтушами, который означает следующее. Как только Кнесет это примет, никогда, никакие палестинские лидеры не подпишут никаких условий мира с Израилем. Мира с еврейским государством быть не может. Не израильтяне требуют себе больше еврейстости, да, как это трактуется. Нету этих требований. Они хотят Палестину поставить под невозможность заключение какого-то договора с Израилем. Видите, они не могут. А почему, собственно? Почему, собственно, Палестин и Арабский мир никогда не подтвердят существование еврейского государства? Вопрос трудный. Но это запрещено закрытыми частями конфессиональных доктрин исламского мира. На этой территории не может быть еврейского государства. Это исключено. Значит, Израиль делает здесь только одно. Он выдвигает некоторые собственные условия, спрашивает, а, собственно, почему бы нет? Другие же есть такие государства. А вот мы это условие выдвинули, и теперь, о ужас, Палестина не подписывает с нами договор. Мы бы его подписали бы тут же, а Палестина не подписывает. Тогда вместо вето Соединенных Штатов делается ставка на конфессиональную, палестинскую, общеарабскую неприязнь. Если друг предал, тогда, может быть, враг не предаст. То есть Израиль мечется в условиях, когда он все меньше и меньше верит Соединенным Штатам. И в этих условиях, я бы хотел сказать коротко, но все-таки это проблема серьезная. Я встречался с какими-то людьми, которые говорят, да ладно вам, общая проблематика там, глобальный мир. Гвоздь у меня в сапоге, кошмар не всех фантазий гет. Я говорю, что за гвоздь в сапоге? Ну как там, из газа роют проходы подовсюду и ползут на нашу территорию, ползут, ползут кошмары. Мы ищем бетон, который бетонирует эти. Сказать, что бы я сделал на месте Натаньева? Я бы открыто приехал в Донецк и Луган. И все. И вот это были бы фантазии гетта, после которых все гвозди в сапогах стали бы другими. Потому что новый мировой порядок глобальный, я говорю абсолютно серьезно, без всякого ипотажа, прямо в высшем государственном визите, в одностороннем порядке, без заезда в Киев. Потому что это наш диалог с прагматиками. Глобальный мир нас не устраивает тем, что он скверен. А их тем, что в нем нет места России. Это разные условия. У нас все время идет компромисс. Понятно, на какой зыбкой почве. Мы говорим, что этот мир скверен. Ювенальная юстиция. Ну, не знаю, может он и скверен, но главное, нам в нем места нет. Поэтому мы будем обороняться. Во-первых, надо наступать. А во-вторых, дело не в том, что там нет места в России. Это второй пункт. Он скверен. Теперь в этом глобальном мире, в котором очевидным образом строится альянс Запада с неонацизмом и альянс Запада с Аль-Каидой, нет места Израиля. Там места нет. И это все, вот эти маневры, они вокруг этих же точек. Но мало сказать, что тебе нет места в каком-то мире. Надо сказать, первое, что этот мир плох. И второе, что у тебя есть другой проект мира. Иначе все бессмысленно. А потом подкрепить все это ядерными ракетами, союзами и всем остальным. Значит, вот этот глобальный мир, конечно, нацифицируется. Это, конечно, слегка скорректированный четвертый рейд. И борьба против него может идти только на выдвижение альтернативных мироустроительных концепций. Сверхмодерн, о котором три года говорит суть времени, это не изыск, это не пирожные мировой политики. Это сейчас хлеб. Потому что без этих высших уровней все остальные уровни оказываются в нуле, в залете полного. Новые конгрессы, новые альтернативы, новое международное устройство. Или эта нацификация приведет к тому, что не будет ни России, ни Израиля, ни так далее. Там много кому места нет. Это такой альянс в основном с радикальным сунницким исламом. Вот это очень важно, как мне представляется. И вот в этом смысле очень важно правильное прочтение этих израильских дел. Израиль всегда так хотел, всегда правые били копытом, чтобы так было, и всегда по факту так и было. Ну конечно, было государство еврейское надо. Но это никогда не принимали, потому что хотели нравиться миру и Соединенным Штатам. А теперь говорят, что сколько мы перед Соединенными Штатами реверантничаем, ничего не делаем, все равно мы им не нравимся. Но тогда мы им перестанем нравиться, зато мы настолько начнем не нравиться арабам, что не будет возможности подписать договор, и мы спасемся. Понятно, в чем схема. Я говорю, между прочим, вещи, которые не все понимают.